Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. На телеканале «Звязда» время информационной программы новости. В ближайшие минуты о событиях и жизни Новополоцка, и не только. В студии работает Капитолина Зинкевич и сегодня в эфире. «Нафтан» сегодня работает на оптимальной для предприятия загрузки, сообщил генеральный директор открытого акционерного общества Александр Демидов. Теперь лабораторной диагностикой коронавируса занимаются и в регионах. Всего Витебской области работает 7 лабораторий по диагностике COVID-19. Почти на 10% по итогам первого квартала 2020 года вырос экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания. Трудовые коллективы по всей стране в эти дни поздравляют с предстоящим праздником – Днем Победы своих бывших работников. В Беларуси постепенно снимают запреты на посещение лесов. Подробнее об этом мы не только расскажем далее. Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» сегодня работает на оптимальной для предприятия загрузки, сообщил генеральный директор открытого акционерного общества. На сегодняшний день решены вопросы с поставкой сырья из Российской Федерации. В первом квартале этого года поступала нефть и из альтернативных источников. Сейчас на предприятии намечена определенная стратегия работы на перспективу. Переговоры о поставке нефти из России в Беларусь стали главной темой начала 2020 года. 31 декабря 2019-го контракт, регламентирующий работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не были заключены. Поставка нефти из России в Беларусь была приостановлена. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку до технологического минимума и в первые дни нового года перерабатывали накопленные ресурсы. В результате долгих переговоров ситуация постепенно стабилизировалась, начало поступать сырье из альтернативных источников. Впервые норвежская нефть для переработки в открытом акционерном обществе «Нафтан» поступила по железной дороге из порта Клайпеда в конце января. Позже, в начале марта, прибыла еще одна партия. А в конце марта стало известно, достигнута договоренность и с Российской Федерацией. На сегодняшний момент с российскими контрагентами все вопросы решены. По стоимости мы договорились, так что никаких проблем сегодня нет. Мы работаем сегодня на оптимальной загрузке для нашего предприятия. Более того, хочу заметить, в любом случае остался определенный вектор. Мы его осознанно оставили. Поставки альтернативной нефти через порты. В конце апреля Белорусское телеграфное агентство сообщило, что для диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки». Новый нефтепровод соединит два белорусских нефтеперерабатывающих завода, что позволит улучшить логистику для поставок альтернативной нефти. Нефтепровод строится с перспективой использования поставок сырья по южному направлению из Одессы либо по реверсу из Польши. Вот этот проект, он очень перспективный, на мой взгляд. Очень правильно принято решение. Это позволит нам перспективы получать по трубопроводной системе из украинских портов и из польских портов. И для нас это очень большой шаг вперед. Это будет уверенность в нашей альтернативе, в стабильных поставках. Тем более трубопроводный транспорт, он, конечно, самый быстрый, самый дешевый, самый целесообразный. Ранее «Нафтан» мог получать альтернативную нефть только железной дорогой. В будущем южную ветку нового нефтепровода можно будет использовать для альтернативных поставок на предприятия. Ирина Шибко, Артем Табаков, телеканал «Звязда». В Беларуси, по данным Наши 100 мая, зарегистрировано более 19 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Это почти 9% от количества проведенных в стране тестов. А их на сегодня выполнено более 220 тысяч. Исследования проводят и в регионах Витебской области. Например, функционируют 7 лабораторий по диагностике COVID-19. Одна из них в Новополоцке. Лабораторной диагностикой коронавируса в Витебской области занимаются специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии общественного здоровья, центра дерматовенерологии, областного роддома, инфекционной больницы, клиники ВГМУ и перепрофилированного отдела вирусологии областной ветлаборатории. С учетом Новополоцкой лаборатории всего в сутки по области проводится около 1600 исследований. Тесты назначаются лечащим врачом. Отбираются в настоящий момент назофарингальные мазочки. Это мазочки из носоглотки и ротоглотки. Доставляются к нам в лабораторию для проведения ПЦР-исследований. Методом полимеразной цепной реакции мы выявляем РНК вируса. Это является на сегодняшний день самой достоверной диагностикой присутствия вируса в выделениях носа и ротоглотки. Новополоцкая лаборатория работает с белорусскими тест-системами. Цикл полимеразной цепной реакции, которых составляет 5 часов. За время цикла можно сделать 33 теста. В настоящее время лаборатория работает в две смены и в день выполняет 66 тестов. С 1 мая в Новополоцке уже проведено 200 тестов на коронавирус. Стоит отметить, что проведение лабораторной диагностики коронавируса в Новополоцке значительно уменьшило время ожидания результата исследования. Это несколько дольше, потому что все исследования поступали на Витебск. И очень большая загруженность, потому что они работали для всей Витебской области. Ответы ждали долго. Работая у себя на месте, мы несколько убыстряем, укорачиваем время получения результатов, что важно для наших лечащих врачей. Сейчас образцы для исследований на коронавирус поступают сюда из Новополоцка и Полоцка. В будущем возможно присоединяться и ближайшие районы, что разгрузит действующие лаборатории в Витебске. В Новополоцкой лаборатории для организации ПСР-исследований выделена группа специалистов, которые занимаются только этим видом работ. Это два врача, три лаборанты и две санитарки. Помимо тестов на коронавирус, Новополоцкая лаборатория продолжает проводить различные исследования. Биохимические, клинические, бактериологические и другие. Глеб Рокофьев, Артем Табаков, Телеканал «Звезда». Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в первом квартале 2020 года вырос практически на 10%, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. За рубеж поставлены товаров на сумму порядка полутора миллиардов долларов. По итогам работы в первом квартале 2020 года в Беларуси отмечается положительная динамика экспорта товаров. В частности, сельхозпродукции и продуктов питания почти на 10%. Белорусское продовольствие в январе-марте 2020 года поставлялось в 83 страны мира. Для сравнения, в 2019-м таковых было 72. Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил чуть более 125 миллионов долларов. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Если валовый оригинальный продукт по области в январе составлял 97,7%, то уже за первый квартал, несмотря на проблемы по поставкам нефти, несмотря на проблемы по работе нефти операторов, он составил 99%. С положительной динамикой сработало сельское хозяйство темп роста 103,2%. В целом сработало с положительной динамикой промышленность без учета опять-таки переработки нефти темп роста 103,3%. Строительно-монтажные работы увеличились почти в 1,3 раза по отношению к прошлому году. Все сферы реального сектора экономики и все сработали с приростом. Кстати, положительные результаты на Витебщине отмечают не только в сельском хозяйстве. По итогам первого квартала выполнено 5 ключевых показателей социально-экономического развития региона. Экспорт товаров составляет 104%. Объем роста производительности в первом квартале удалось обеспечить в деревообработке, пищевой продукции, производстве пластмассовых и резиновых изделий, электрооборудования. В этом году также следует отметить, что по инвестициям в основной капитал область проросла практически в 1,2 раза. То есть сумма инвестиций, вложенных в нашу отрасль, в отрасль экономики, составила по приросту 100 миллионов белорусских рублей. Также выполнено задание первого квартала по прямым иностранным инвестициям. Их привлечено более 30 миллионов долларов США. Успешно складывается ситуация по созданию в области новых рабочих мест. За три месяца появилось 94 предприятия и производство, которое обеспечит трудоустройство более тысячи безработным. Не забывать тех, кто внес свою лепту в великую победу. Трудовые коллективы по всей стране в эти дни поздравляют своих бывших работников. Накануне адресные визиты состоялись и в Новополоцке. К приятной миссии подключились и промышленные предприятия, и социальные учреждения. Святые слова благодарности, материальная помощь. Профсоюзная организация и администрация Новополоцкой больницы навещает свидетелей страшных военных лет. Этих людей осталось совсем немного. Тем важнее внимание и искренняя забота о каждом из них. В эти дни такие визиты проходят по всей стране. Трудовые коллективы чествуют тех, кто невероятными усилиями приближал победный май. Эпид-ситуация вносит свои коррективы. Помимо пожеланий здоровья и долголетия, необходимые меры предосторожности. Маски и перчатки – обязательный атрибут посещения. Крепкого здоровья, самое главное. Вы столько лет трудились в нашем учреждении на благо здоровья наших жителей. У вас огромный жизненный опыт, профессиональный опыт, поэтому спасибо вам за все. Как всегда, неординарно к поздравлениям подошел трудовой коллектив открытого акционерного общества «Нафтан». Военная форма, гармонь, песни и, конечно, слова благодарности и подарки. Перед тем, как войти в подъезд, небольшая репетиция во дворе. Этот день приближали, как могли, этот день победы, уроком права. Последние организационные вопросы решены. Делегация открытого акционерного общества готова выполнить почетную миссию. К слову, вот так празднично и ярко. Новополоцкое предприятие чествует своих бывших работников ежегодно. В этом году традиции решили не изменять. И в каждой квартире рады гостям. Дай Бог вам здоровья, дай Бог благополучия, мирного неба. Мы, наше поколение, не подведет. Спасибо. Так что все самое-самое наилучшее. Мы постоянно помним о наших ветеранах, узниках, ветеранах труда, которые в тылу помогали ковать победу. Сегодня порядка 62 человек, которые работали на нашем предприятии. С каждым годом, к сожалению, все меньше и меньше. И сегодня мы хотим сказать большое спасибо. В 75-ю победную весну в Новополоцке встречают 38 ветеранов и 155 узников фашистских канцлагерей. И ни один из них в эти дни не останется без внимания. Ирина Шибко, Капитолина Зинкевич, Артем Табаков, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». В начале мая по всей республике работники спасательных станций приступили к подготовке пляжей к предстоящему купальному сезону. В основе – безопасность. Водолазы совместно с коммунальными работниками обследуют дно и прилегающие к водоемам территории. Начало мая для сотрудников спасательной станции «Пора горячая». Ежегодно в это время ведется активная работа по подготовке пляжей к купальному сезону. Этот год не стал исключением из правил. Официально в Беларуси купальный сезон начинается 1 мая. Пока, конечно, прилегающие к водоемам территории пустуют. А потому у ответственных служб есть время для проведения ряда подготовительных работ, таких как очистка водоемов и пляжных территорий от опасных предметов и мусора. И не только. К купальному сезону проведена аттестация всех сотрудников, сданы все задачи, отремонтирована вся техника, прошло испытание все оборудование, катера. Новополоцкая спецавтобаза уже установила беседки, раздевалки, почти полностью подготовлены к купальному сезону. И если обеспечить условия для отдыха задачи спецслужб, то вот личная безопасность – первоочередное дело каждого. Ведь еще до наступления купального сезона в Беларуси в текущем году уже зафиксировано 7 десятков случаев утопления. Один из них произошел и в Новополоцке. Элементарное правило, что сразу как приходят разгоряченные, чтобы сразу не лезли в воду, постояли на берегу, заходили постепенно, присматривали за детьми. Второе правило – купаться только на обследованных водоемах, разрешенных водоемах, не нырять. Места для отдыха определены. Здесь в сезон всегда дежурят водолазы-спасатели. В Новополоцке и в ближайшем районе таких разрешенных для отдыха и купания мест – 10. С 15 мая начнут свою работу организованные спасательные посты. Ольга Войтова, Артем Табаков, Телеканал «Звезда». В Беларуси постепенно снимают запреты на посещение лесов, сообщает Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. В текущем 2020 году произошло 665 лесных пожаров в природных экосистемах. Общая площадь очагов превысила почти 6000 гектаров. Наибольшее количество пожаров произошло в лесхозах Брестской области. Основная причина возгораний – человеческий фактор. Сегодня ситуация стабилизировалась. За последние дни возгораний в лесном фонде не было. Погодные условия позволяют снимать ограничения. Так, запреты на посещение лесов остались действовать всего в пяти районах Беларуси – Борисовском, Воложинском и Пуховичском районах Минской области, а также Житковичском и Лельческом районах Гомельской области. Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000.